Вот мне всегда вспоминается одна пациентка ко мне приходила, очень она была такая тревожная, мнительная, и вы знаете, она очень боялась рака желудка, что-то лет 35 ей было, по-моему, милая такая девушка, ухоженная, по-моему, она даже была отличницей, представляете, такой некий образ, ну и переживала, реально переживала, потому что у нее нашли атрофию, атрофию. К сожалению, ей пришлось переделывать гастроскопию, потому что сделали не совсем по протоколу, а биопсию не так взяли. Надо было действительно подтвердить, есть у нее атрофия или нет. Поэтому в итоге она влетела на две процедуры, а на самом деле на три, потому что потом ей пришлось сделать третью гастроскопию для того, чтобы подтвердить, что происходит с атрофией. Короче, сделали гастроскопию, увидели, что там есть атрофия с метаплазией без дисплазии. Без дисплазии, значит, необратимых изменений у нее не было. Но она очень переживала, прям очень переживала У нее на этом стрессе даже практически нечувствительный желудок А при атрофии он практически нечувствительный Начинал болеть Из-за того, что она нагнетала И у нее начиналась повышаться чувствительность Даже при атрофии, представляете? То есть, очень сложно себе это представить Желудок, который почти ничего не чувствует На нервике, из-за того, что она думала Блин, будет рак или не будет рака Но это же тяжко, слушайте Тяжко Кислоты было в желудке очень мало И поэтому она не выполняла свою функцию Она пропускала микробов в кишечник Она не обеззараживала еду В итоге у нее возникало газообразование Постоянно тяжесть была То есть, что бы она ни съела У нее сразу надувается И потом еще целый день надувается И к вечеру еще газовыделение происходит Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ Присоединяйтесь к гастрогруппе Мы разберем симптомы, результаты обследований И выберем пути решения Переходите по ссылке в профиле Присоединяйтесь к гастрогруппе